Как устроена работа Шалдайского психоневрологического центра в Щербактинском районе? Помощь в стенах социально-медицинского учреждения получают 284 человека. Подробнее в нашем материале. В центре оказания специальных социальных услуг, открытом в здании бывшей школы интернат-санаторного типа 8 лет назад, проходят реабилитацию более 280 человек. Это лица с психоневрологическими заболеваниями, инвалиды первой и второй группы. Жизнь в учреждении похожа на санаторий и даже более насыщена. Есть свой музыкальный ансамбль «Мечта». Работает он второй год. За это время коллектив дал пару концертов и выступает на постоянной основе на праздничных вечерах социально-медицинского учреждения. Обучают их игре на инструментах сотрудники местного дома культуры. В планах открыть кружок дамбристов. Кроме творчества в центре уделяется большое внимание здоровому образу жизни. Есть секция по настольному теннису, баскетболу и мини-футболу. В Алмату ездил, в Ак-Тубе, в Туркестан, в Ак-Тубе ездил, в Курчатару. В Паладаре мы были по мини-футболу. В Туркестане тоже по мини-футболу. В Астане играли тоже по мини-футболу. В Ак-Тубе настольный теннис играли. Выиграли, клубки позанимали, медали. В психоневрологическом учреждении функционирует швейное, столярное, картонажное дело и декоративно-прикладное искусство. В первую очередь они помогают развивать мелкую моторику рук. На данный момент общими усилиями ведется работа по созданию дерева счастья из макаронных изделий. До этого подопечные центра создавали вазочки из джутовой нити. У нас, например, идет всегда работа по плану. У нас по плану, например, в декабре мы готовились к новогодним елкам. К новогодней елке. Мы туда делали игрушки, снежинки, объемные снежинки. Сделали снеговика из пластиковых стаканчиков. Далее, например, сани сделали, олени сделали. Все как уголок такого новогоднего, для новогоднего мероприятия. Это все делают наши ребята. Они посещают каждый день. Мы работаем с 10 до 12. Да, с 10 до 12. В это время мы берем по 45 минут. Мы охватываем две группы. И потом после полника у нас где-то с часиков с полпятого до пяти, где-то так вот больше, уже идет вторая группа. Проводится занятие и по фотодео. Посещают секцию более 50 человек. В рамках урока они выезжают в лес. Природный резерват Ерта Сурмана, где проводят фотосессии и учатся фотографировать. Как в социально-медицинском учреждении, все клиенты обеспечены качественным врачебным контролем. Особым спросом пользуется физиокабинет. Он эффективно помогает бороться с проявлением остеохондроза. Два врача-терапевта, два психиатра, нейропатолог, физиотерапевт, дерматолог, гинеколог, физиотерапевт, 25 медсестер. Физиотерапевт существует с открытием. Мы проводим магнит, электрофорез, УФО. В медицинском блоке работают массажные, процедурные и стоматологические кабинеты. Территория учреждения благоустроена. Есть место для отдыха и прогулок на свежем воздухе. Ермек Сапаров, Алексей Мехедов, Ертис Акпарат из Щербактинского района.